Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». 11 тонн. Разбор выступлений митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Вопрос 2488. Признают ли Православная Церковь наличие апостольского преимства у англикан и скандинавских лютеран? В православных изданиях представлены противоречивые взгляды на этот вопрос. Отвечает митрополит Кирилл. Вопрос об англиканском священстве неоднократно обсуждался православными церквами. В первой половине XX века некоторые из них, например, константинопольские и румынские патриархаты, признали за англиканским клиром апостольское преимство. Проходившее в 1948 году в Москве совещание глав и представителей поместных православных церквей приняло резолюцию по вопросу об англиканской иерархии. В которой, в частности, говорилось вопрос о признании действительности англиканской иерархии может быть рассматриваем только в связи с вопросом о единстве веры и исповедания с православной церковью. При наличии авторитетного об этом акта англиканской церкви, исходящего от собора или съезда священнослужителей англиканского вероисповедания, с последующим утверждением его главой англиканской церкви. В связи с этим мы выражаем пожелание, чтобы англиканская церковь изменила свое вероучение с точки зрения догматической, канонической и экклезиологической, и в особенности свое подлинное понимание святых таинств и более специально – таинства хератонии. Мы определяем, что современная англиканская иерархия может получить от православной церкви признание благодатности ее священства, если между православной и англиканской церквами предварительно установится формально выраженное единство веры и исповедания. При установлении такого возделенного единства признание действительности англиканских хератоний может быть осуществлено по принципу экономии, единственно авторитетным для нас соборным решением всей святой православной церкви. Теми же принципами православная церковь руководствовалась и в отношении скангенарских лютеран. Для православия решающим условием признания благодатности и действительности таинств священства является не только наличие формального приемства от апостолов, без которого, конечно, ни о каком признании не может быть речи, но единая вера в это таинство и единые канонические принципы относительно священства и иерархии. Между тем, в наши дни многие из англиканских церквей и лютеранских церквей сангенарского религиона имеют у себя практику рукоположения женщин и рукоположения женщинами. Наблюдаются также попытки ревизии христианских этических норм, когда открытых гомосексуалистов допускают к священнослужению и благословляют их отношения. В связи с этими явлениями, совершенно несовместимыми с православным представлением о священстве, вопрос о признании англиканских и лютеранских рукоположений утрачивает прежнюю актуальность конец цитируемого. «Отвечает Игнатий Лапкин. Сознанием дело говорит. И много лет молится с этой нечистой, так сказать, братьей. Зачем?» Псалом 49, 18 стих. «Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься». Послание святого апостола Павла Кремлина, 1 глава 27 стих. «Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Иуда, 1 глава 7, 8 стих. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Первое послание апостола Павла Кремлина, 14 глава 34 стих. «Жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить о быть в подчинении, как и закон говорит». «Знарит». Субтитры сделал DimaTorzok